Почему люди не впадают на зиму в спячку, как медведи? Наелся и уснул. Проснулся худой и красивый. Примерный семьянин – это прежде всего умелый конспиратор. Приходит мужичок в ресторан. К нему подходит официант. Добрый вечер. Чего желаете? Сто грамм мне, сто грамм вам и по сто грамм каждому музыканту. Будет сделано. Все выпили. Мужичок опять подзывает официанта. Давайте повторим. Сто грамм мне, сто грамм вам и по сто грамм каждому музыканту. Без проблем. И так повторялось весь вечер. Настало время рассчитаться по счету, но у мужика не оказалось денег. Официант навешал ему оплеух и выкинул из ресторана. На следующий день этот мужичок опять пришел. Подходит тот же официант. Чего вам? Сто грамм мне и по сто грамм каждому музыканту. Официант не применулся извить. А как же мне? А вам нет. Вы когда пьяный, деретесь. Официант, что вы порекомендуете к вашему фирменному блюду? Сухое или полусухое? Вы с дамой? Разумеется. Это которая сейчас пошла танцевать? Ну да. Закажите водки. Приходит как-то старый дедок на выборы. Где тут голосовать? Обращается он к работникам избиркома. Ему указывают на кабинку. Заходите. Там велютень со всеми кандидатами и ручка. Ставите галочку в квадратике напротив вашего кандидата. И все. Дед зашел и долго не выходит. Один из председателей избиркома решил узнать, все ли в порядке. Заходит в кабинку. У вас все в порядке, дедушка? У меня-то в порядке. Только вот у вас ручка не пишет. Представитель избиркома внимательно посмотрел на бюллетень и говорит. Ручка у нас пишет. Вы просто не в том квадратике галочку ставите. Ручка у нас пишет.